Школу в поселке Ахшатау Карагандинской области обезопасят от воздействия радона. Один из очагов вредного газа образовался в подвале учебного заведения и он в три раза выше нормы. Рекомендации по минимизации воздействия радона уже разработаны. Теперь приступают к их выполнению. Илана Чаус расскажет подробнее. Разваленный молибденовольфрамового рудника портят вид на живописные сопки. Но главная опасность заброшенного производства не видна. В результате добычи руды произошло смещение горных пород. И теперь самый редкий и самый токсичный природный газ радон сочится из-под земли. С 2008 года в настоящее время проводится мониторинг. Гамма-излучение, уменьшение или увеличение не наблюдается. По радону в связи с природным тектоническим разломом почвы земли, там идет превышение радона в более чем 2-3 раза. В поселке зафиксировано несколько очагов выхода газа. Наибольшая концентрация под пятью жилыми домами и в подвале местной школы. Потому все 109 учеников занимаются лишь в классах на втором этаже. Подробные рекомендации по минимизации воздействия радона на детей разработали еще 5 лет назад. В этом году приступают к их исполнению. По вентиляции, по снижению уровня радона у нас проводятся ремонтные работы. На портале они уже поставлены. Деньги выделены. Более 40 миллионов тенге нам поставят вентиляторы, которые будут следить за уровнем радона в подвальном помещении школы. Кроме того, полподвала зальют толстым слоем высокопрочного бетона и специальным покрытием. А на пришкольной территории проведут рекультивацию земли. На все это выделено 190 миллионов тенге. А вот пересилить жителей из частных домов за счет бюджета возможности нет, говорят специалисты. Нам говорят теперь, говорят, все, выселяйтесь, езжайте, куда хотите. Ну куда вот поедет народ этот, куда он, куда поедет? Ну куда я это все брошу? У меня здесь скотина есть. Население Вакшатау за последние 50 лет сократилось в 10 раз. Сейчас здесь живет около 800 человек. До 2012 года работала специальная программа по переселению. Тогда жилье в соседних поселках предоставили 18 семьям. В 2016 году, когда пришел инвестор и захотел работать на территории поселка, мы составили с ним меморандум. Компания обещала помочь с переселением из жилья с высоким воздействием радона. Планировалось строительство новых домов на чистых участках поселка. Но работа еще не началась. Сейчас, заверяются анапидемиологи, поселок Акшатау – единственный населенный пункт региона, подверженный постоянному воздействию токсичных природных элементов. Меланчаус, Арианакамбаев, Заринцев, ПХА, Хабар, 24, Карагандинская область.